Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Дмитрий Потапенко прямо сейчас со мной на связи. Дмитрий, здравствуйте. Добрый день. Дмитрий, начать наш разговор я не могу не с Рамштайна, а духотворенный, радостный Резников, министр обороны Украины, с макетом Су-27 и таким прямым намеком. В общем, много ожиданий от Рамштайна. А если брать вот с позиции той, которой придерживаемся мы, анализируя определенные витки, этапы, где-то переломы, что означает этот Рамштайн сегодня? Слушайте, меня, честно говоря, просто это уже не первый макет, который демонстрируется в эфирах. Хочется сказать, мальчики, может вы как-то завязываете. Вам что, в детстве конструктор не дарили? Нет, я понимаю, что это какие-то ритуальные жесты, но ключевой вопрос. Мы же с вами видим, что происходит то, о чем мы говорили несколько месяцев назад, когда обсуждали. Когда будут поставлены танки? Сейчас уже есть понимание, что при тех темпах, которые идет по поставкам, плюс идет обучение, потому что только сейчас первую группу танкистов загнали на обучение, что, боюсь, самые оптимистичные наши с вами расчеты, которые были пессимистичными, что это в лучшем случае там апрель, тоже не состоятся. Это все отодвигается к лету. И тогда разговор о неком каком-то мифологическом контрнаступлении в СУ весной как-то уходит в некий какой-то загоризонт. Плюс ко всему, я думаю, что у вас этот вопрос подготовлен, у нас 21 числа выступает Владимир Владимирович. А поскольку такой же ритуальности придерживаются и наши чиновничьи вертикаль, судя по всему, как и ваши чиновничьи вертикаль, ну, я могу сказать, что, вы знаете, я их не очень сильно разделяю, потому что я приводил пример, как по странному стечению обстоятельств работают объединения пенсионного фонда в России с фондом медицинского и социального страхования и в Украине. По странному стечению обстоятельств это почему-то происходит в одну и ту же дату и происходит слияние одних и тех же фондов. Вот это не может, как это, случайность, не думаю, как говорит один известный, сильно известный пропагандист. Вот, поэтому по 21 числа будет выступать Владимир Владимирович, а поскольку у нас, по черте, наша бюрократия придерживается таких же ритуальных жестов, я думаю, что будет достаточно массированный прилет, там, часа в ночь с 20 на 21. Потому что мы обычно это же ночами, вся эта история. И, конечно, макетики, эта штука классная, но если кому-то не хватает, не знаю, в детстве не наигрались в танчики, в сборку танчиков или там корабликов, ну, наверное, имеет смысл зайти в соседний детский магазин и попросту это купить. Пока Рамштайн очень много рассуждает, но действий я за ними не вижу. Поэтому с точки зрения аналитики, ну, вот они все про какое-то весеннее наступление ВСУ или весеннее наступление России. Мне кажется, что и то, и другое носит характер не более чем политических спекуляций каждой из сторон. Понимаете, вопрос... Я понимаю, что на этом аналитики и политики, самое главное, вырабатывают очки, но фундаментально это никоим образом не влияет на картину боестолкновений. Да, но если уж мы... Ну, если вы мастерски, как умеете, вскрыли карты подготовленных вопросов по поводу 21-го числа, тогда я поинтересуюсь сразу, прежде чем мы перейдем к другим темам. То, что в Северном флоте норвежские разведчики Российской Федерации увидели боеголовки ядерные, которые выходят в море, раньше выходили без них, а сейчас с ними. Это тоже подготовка к выступлению Путина 21-го числа? Да, да, абсолютно. Ну, поскольку, да уж, извините, мы, мы, мы... Я не то чтобы вскрыл, но я понимаю канву, в которой вы работаете, да, абсолютно правильно. Это такое как раз демонстрация вот этой чиновничьей вертикали, которая показывает, что мы сейчас возьмем эти боеголовки и повозим их в, соответственно, в нейтральных водах. Да, абсолютно это подготовка. Более того, я не исключаю, что будут пуски без боеголовок, но, попросту говоря, там, ракет пустышечных, либо какой-нибудь имитационный пуск, если там будет, ну, невозможно сделать реальный пуск ракет, но имитационный пуск с поражением виртуального противника, да, до 20-го в ночь, ну, следует этого ожидать. Тогда что несет с собой вот это ожидающееся, ну, вот, заявление, обращение, и, ну, вот, многие, многие говорят, что определенный, ну, скажем так, рубеж, да, вот, или какой-то перелом сознания, да, как действовать дальше, у Путина произошел на 80-летие Сталинградской битвы. Ну, вот, собственно, у нас даже заявляют, что, вот, поехал в Мекку, поклялся, да, вот, ну, для него настолько это был важный и день, и место, то сейчас это будет оформляться, и как можно дальнейшие шаги Путина просчитать? На мой взгляд, с точки зрения, то есть, здесь не надо быть, там, супер-пупер-аналитиком, здесь надо просто понять, то тот посыл, который я вам, ну, и зрителям канала доношу, что у системы феодального распределения власти полномочий экономики, денег и всего остального есть некоторый продукт. Поэтому в данном случае производство СВО это продукт, производство конфликтов военных это продукт. Будет ли как-то изменен как-то вектор? Нет. Будет под каждую какую-то дату, ну, вот я говорю, что здесь цепочки событий это 20-го в ночь надо приблизительно запустить, ну, 100-150 шахидов и или ракет и, соответственно, повозить или сделать виртуальные пуски, соответственно, с подлодок и надводных кораблей в нейтральных водах. Поэтому эта демонстрация будет происходить в регулярности. Другое дело, что какова будет реакция в того же Рамштайна, если, простите, извините за банальное сравнение, ракеты боеголовки это реальная штука, а макет вот вручаемый это все-таки набор детского лего. Вы как-то может поймете, что боеголовки это по-взрослому или так и будете как это в ножички и в земельку играть. Поэтому, честно говоря, меня больше там интересует, как Рамштайн все-таки будет работать. Потому что пока что он работает вот именно как детский магазин, которым дарят игрушечные самолеты, корабли, танчики и все остальное. Ну, ок. Ну, значит, таковы рассуждения. Потому что Леопард первый, который отправлен в учебный центр, в лучшем случае танкисты будут готовы. Есть программы стандарта, это не придуманы, они все известны, открыты. Что есть стандарты подготовки 30, 60 и 90, соответствующие дня. Это, в общем, во всех армиях мира практически одинаково. То есть 30 дней это там новобранцы, когда идет серьезное боестолкновение, надо быстро подготовить и, по сути дела, там, не сильно обстрелянных кинуть в пекло. 60 дней это обычная такая подготовка младшего офицерского состава и сержантского состава и экипажа. 90 это уже такая более углубленная подготовка. Поэтому, говорю, в лучшем случае мы с вами увидим, что там в мае месяце появится рота танкистов, которые умеют управлять леопардами-2. Ну, к этому времени появятся ли эти леопарды? ребята будут изображать опять-таки тоже в виде макетов. Делать все это. Тогда это будет очень смело. Ну, то есть, это будет, на мой взгляд, это издевательство какое-то, а не какая-то реальная поддержка. Дмитрий, я неожиданно разверну нашу дискуссию, ну, мы потом перейдем в привычное русло, но, смотрите, странная история происходит. в Молдову якобы залетели беспилотники и сегодня прикрыли воздушное пространство над Молдовой, потом открыли его. Ну, как бы такая практика. Тучи над Молдовой сгущаются, там на футбол не пускают болельщиков. Санду заявляет, что будет переворот, да. Да, то есть, вот этот момент. Но тут неожиданно в Небино-Друмынии засекли метеозонд. Об этом сообщили в Минобороны, Румынии. При этом сбить его, вот как там Штаты делают, не, не удалось. Он просто исчез. И истребители на подлете не заметили цель. Скажите, вот, ну, понятно, что мы можем посмеиваться или наоборот воспринимать шибко, серьезно вот эти все заявления об инопланетном происхождении этих шаров, которые по миру, причем и над США, и над Китаем. Но давайте будем реалистами. Ведь именно этот период, вот этот, выбран не просто так для истерии вокруг шаров. Ну, здесь ключевой вопрос. Значит, первое, то, что мы видим, мы понимаем, что если, например, запустить некую группировку шаров, понятно, что у них есть большая-большая проблема, потому что тут они же работают как метеозонды, и здесь крайне непросто просчитать их диапазон пролета, но по большому счету, если мы предположим, что здесь вряд ли можно говорить о шпионском оборудовании, потому что спутниковая система дает существенно меньшую погрешность и существенно большую устойчивость за наблюдение за той или иной точкой. А этот, извините, я применю такое слово, шароебящийся шар в тавтологии, он, в общем, дает сильно непонятную историю. Но при этом, если на нем будет установлен хоть какое-то вооружение, то в любую секунду он может быть использован в том числе и для проведения сброса. Я сомневаюсь, что это происходит, конечно, безусловно, единомоментно и сильно случайно. Я думаю, что как раз и была запущена именно группировка этих шаров-зондов, которые единовременно, в общем-то, распылились по меру. Я так понимаю, что каждая из сторон в мире пытается понять, можно ли, имеет ли практическую пользу подобного рода перемещения либо оборудования, либо перемещения в том числе и боеприпаса какого-то сбрасываемого. Потому что обнаруживается, ну, поскольку-поскольку, воспринимается странами по-разному, и то, что их сбивают, это нормально, и лучше бы, чтобы их сбивали, конечно же, сразу, потому что, если мы возьмем тот же пример Соединенных Штатов, то он просандалил фактически всю территорию Соединенных Штатов, и только после этого был сбит. А если бы у него, ну, если у группировки подобного рода шаров была бы какая-то реальная цель, то мы, ну, поскольку исследовать его невозможно дистанционно, в этом-то основная проблема, возможно ли дистанционно понять, что там, просто метеорологическое оборудование, или там, соответственно, какой-то действительно там серьезный боеприпас, который может быть точно нацелен. Потому что там потом уже принимать решение, он слишком невысоко летит, даже если вы поднимете противовоздушную оборону, она, в общем, не успеет предпринять меры по ликвидации боеприпаса. Вот. Поэтому я думаю, что каждый из сторон просто прощупывает лапкой противовоздушную оборону соседних сторон. Вот и все. У меня вопрос достаточно понятный. То есть это не инопланетяне? Ну, я, конечно, верю, инопланетное происхождение много чего, но как-то, вот знаете, хочется сказать, дорогие инопланетяне, ну, не надо нас щупать такими тупыми методами, пожалуйста, ну, сделайте что-нибудь более приличное, там, телепортацию покажите, или там переход скорости света, потому что, ну, дорогие инопланетяне, в общем, шарики прикольные, конечно, нам они понравились, пожалуйста, присылайте разноцветные, потому что мы дебилы, мы ничего не поняли. Да, да, хорошее обращение от Потапянка к инопланетянам, но, вот, все-таки, ведь мы же говорим, когда о каком-то боеприпасе, который может быть, ну, прикреплен к этому шару, шару, да, это ведь может быть и химическое, биологическое, любое другое оружие. Да, Саша, вы абсолютно правильно расшифровываете, потому что он может быть, это может быть не бомба, это может быть действительно какой-то биологический или химический боеприпас. Да, абсолютно. И более того, соответственно, попав, если мы это химические боеприпасы, попав в водную систему, он может очень много чему повредить. Скорее всего, какой-нибудь, ну, то есть по правильному, это должен быть биологический боеприпас, который, в общем, просто поражает большую территорию. И если, соответственно, противовоздушная оборона не в состоянии бороться с этой херней, то, в общем, или там считает это не очень значим, то, в общем, соответственно, противоположная сторона будет его использовать. Они могут быть российскими? С точки зрения распространения по миру, я думаю, что маловероятно, потому что все равно точка выхода должна быть где-то поближе к России. Потому что, если бы, условно говоря, ну, советы идеального зла, если бы я занимался подобного рода исследованиями, потому что роза ветров-то, она очень сложная, я бы это запускал либо с подводного корабля, чтобы он, то есть, я в нейтральные воды загнал бы подводную лодку и запустил бы там хотя бы три-четыре шара, потом бы нырнул бы по-бырому. Вот. Либо второй вариант, я бы запускал это с сопредельных территорий, которые там подконтрольны Российской Федерации. Сейчас территорий таких не очень много, поэтому я думаю, что это имеет интернациональный характер, что здесь нельзя определить, чьё это, Куба, Соединённые Штаты или кто-то ещё, Турция, или это запустило требуху. Ну, а про инопланетный характер, дорогие инопланетяне, пожалуйста, фейерверк, что-нибудь покрасивше. Ну да, мы слишком присыщены здесь на Земле. Вернёмся к российско-украинской войне и вернёмся к неожиданным заявлениям. Я хочу, чтобы вы прокомментировали слова Арестовича о том, что конфликт, вот война может распространиться на территорию Беларуси. Арестович в частности вспомнил, что ряд стран призвали своих граждан покидать Россию и Беларусь. А, простите, Лукашенко, который, ну, как это назвать, вербовал секретаря ОДКБ, ну вот, если так перевести на простой язык, ну, достаточно, как бы, вот, перспективно задал векторы направления. Что думаете насчёт всё-таки вот эту, ну, сбить вот эту пыль, да, с территории Беларуси, потому что все аналитики уже, ну вот, успокоились, поучились, поучились совместные группировки, ну, теперь в Киргизию поедут на учения ОДКБ, поэтому, собственно, вот эти люди или как солдаты в бочках, ну, уже никого не волнует. Ну, я бы сказал бы так. Александр Григорьевич Лукашенко, мы неоднократно в наших эфирах это подцепляли очень взвешенной политикой. Он, если с точки зрения рубль-знак, как пишут некоторые журналисты, ну, бывает такой вот, рубль-знак, ты там, и зарабатываешь на этом. Он один из лучших писателей, я бы сказал, потому что с точки зрения написания твитов или, скажем так, статей программных, с демонстрацией своего ястребиного взора в отношении вообще всего и сотрудничества с Российской Федерацией, мне кажется, что он один из лучших управленцев, потому что после подобного рода заявления он всегда не забывает заехать к другу Владимиру и сказать, ну, ты же видел, я же по АДКБ-то вот этим-то свиным рылом-то как им нахлестал-то перчаткой. Типа, ты видишь, ну, Владимир, тут у меня небольшой смет расходов, буквально там 3-5-7, может быть, миллиардов, ну, ты же понимаешь, что я твой лепший кореш. Поэтому в этом смысле я, честно могу сказать, в горячую фазу перехода этой словесной эскапады, эскапады, я отношусь к ней крайне скептически, а вот переход ее в финансово-денежное отношение, я верую на основании многочисленных этапов опыта, и я верую в Александра Григорьевича Лукашенко как профессионального копирайтера, который, наверное, нам всем фору даст и неоднократно. Зачем, это связанный вопрос по поводу территории Беларуси, зачем запускают в российский паблик вот эту историю о том, что есть некие норвежские специалисты, которые приехали там на трассу Киев-Припять, сделали какие-то замеры, понятные какие-то выводы, российская страна называют их фейковыми, чтобы якобы обвинить российскую сторону в угрозе ядерного заражения ну то ли атакой, то ли каким-то ударом по Чернобыльской атомной станции, мол, готовится вот такая, скажем так, история грязная, ядерная, но уже вот как бы Украиной в преддверии Генассамблеи ООН и голосования за мирный план Зеленского, вот такая подготовка очень запутанная и ну так, ну вот якобы, чтобы этим, да, под этим соусом призвать все страны, заставить их проголосовать большинстве против России соответственно за мирный план. Это ведь очень опасные игры, а зачем Россия, ну скажем так, ну вот поступает так медийно, и есть ли хоть какой-то, ну не то, что какое-то дно, да, ну хоть какое-то, не знаю, понятие о чести, когда подобным образом себя ведут стороны. Что вы скажете по поводу этой, ну вот практически детективной книжной истории, которую запускает Кремль? Я бы сказал бы, ответил бы фразой из Марии Пьюзо, когда дело доходит до решения дел семьи, разговор о деньгах неуместен. А здесь речь идет о чести и достоинстве, и поэтому здесь эту бы новость я увязал бы как раз с перевозкой ядерных боеголовок, если она действительно реально произойдет, вот совершенно напрямую. Поэтому это, конечно, безусловно, такое легкое повышение градуса, такого резкого градуса, скажем, честной дискуссии, но 24 числа годовщина начала СВО и 21, естественно, 20, ну, вот ночь с 20 на 21, я считаю, что, ну, опять-таки, дай бог я ошибусь и не будет никаких прилетов, потому что, как вы сами понимаете, самое тяжелое это как раз выдавать такую аналитику, она не очень утешительная, потому что если это будет тот пласт там 100-150 шахедов, то там ПВО пропустит, ну, пусть предположим, что если собьет 70%, даже 80%, оно достаточно много все-таки прилетит, потому что каждый шахед это может быть очень серьезно. Вот, поэтому здесь это понятно, что это повышение ставок перед годовщиной СВО, начала СВО. Опасный, но, тем не менее, место не имеет место быть. Ну, то есть, Чернобыльская зона может быть под угрозой? Да, конечно, 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 конечно. Ну, ядерные боеголовки просто так туда-сюда не таскают. То есть, вот, ну, опять-таки, знаете, я, извините, что вернусь опять-таки на наше с вами обсуждение, то есть, Чернобыльская зона, Запорожская АЭС крупнейшая, ядерные боеголовки возятся туда-сюда, и на этом фоне в Рамштайне дарят леговскую модельку, что там, танка и, что называется, парусника времен Елизаветы Первой? Ну, вы как-то, ну, хочется сказать, люди, вы хоть как-то, ну, сведите это в единую цепь событий, да? Ну, нужно все-таки уточнить, что модельку леопарда Писториус привез лично в Киев и подарил Резникову, а Резников вот с этим макетом, внимание, изображенным на платке цвета хаки, демонстрировал радостно журналистам, видимо, намекая, что Су-27, ну, вот все-таки кто-то допередаст. Дмитрий, то есть, я хочу, ну, вот, менее загадочно, а вот по факту, смотрите, то есть сценарий, когда Россия наносит какой-то малый тактический удар ядерный по территории зоны, зоны отчуждения, это и будет вот тем, ну, как бы, сигналом серьезных намерений, о которых говорили выше? Ну, опять-таки, советы идеального зла, которые, надеюсь, никто никогда не увидит и не услышит. Должно просто произойти утечка ядерного топлива. Никакого, никакого, вылет ракеты виден, вылет, там, подрыв виден. Утечка ядерного топлива, которая, например, произошла на, либо в зоне Чернобыльской АЭС, либо, например, Запорожской АЭС, либо еще где-то там, либо вообще просто какие-нибудь ядерные отходы начали вдруг ни с того ни с сего попродуцировать выброс, ну, вдруг, я в кавычке слово вдруг поставлю. Вот это я оцениваю как вполне вероятный сценарий. Я надеюсь, что это сценарий, вероятность его не более 20%, но, тем не менее, 20% я оцениваю как сценарий, который требует крайне внимательного рассмотрения на фоне платочков и подарков конструктора Лего. Это куда более значимо. Посмотрите, потому что, еще раз говорю, спутниковая группировка висит, глядь, боеголовки, они видны, их невозможно перевести просто. Перемещение групп людей в сторону, где потенциально возможно возникновение случайной утечки, оно тоже возможно. И на это надо обращать внимание, а не скидывать это со счетов и оценивать, что, ну вот, условный там Потапенко сказал, что 20%, мы тоже оцениваем, что 20%, ну и типа закрываем глаза. Лучше не закрывайте глаза, предусмотреть и подобного рода развитие сценарий. Потому что сейчас никакого весеннего наступления, контрнаступления, я, по крайней мере, ни с одной, ни со второй стороны подготовки какой-то массовой такой вооружения не вижу, физически не вижу. Там битва за переход какой-то деревеньки в одну или в другую сторону, это, конечно, классно, это военкоры как одной, так и другой стороны пусть обсуждают и обозначение массовой гибели с другой стороны, ну, естественно, со стороны противника, а у нас практически все там все живые, пальчик только кто-то подсарапал, и вот это обсуждение я, конечно, меня, например, это сильно коробит, но военкоры таким образом зарабатывают свой хлеб. Вот, они по-другому не могут писать. А вот если пойдет грязь ядерная, то есть нам всем мало не покажется. Она, это зараза, ее никто не видит, и, собственно говоря, когда военнослужащие рыли окопы под Чернобылем, а потом оказались, соответственно, в госпиталях Чернобыля, еще раз говорю, все, что касается радиации, человечество с ней очень-очень пока плохо справляется. Поскольку она плохо справляется простыми пехотинцами, но офигительно справляется всеми сидящими в разного вида бункерах, ну, и пропагандистами, которые дальше студии не выходят. Дмитрий, я боюсь показаться простым, простым, как дверь, но, собственно, в этом-то моя задача, чтобы у вас была возможность. Чтобы у меня была хорошая стенка, в которой можно было бы отработать подачу. Абсолютно правильно. Саша палит функцию задачи вопросов. Поэтому, дорогие комментаторы, которые пишут Саше о том, какой он регулярно тупой на моем фоне, в том числе и функция интервьюера заключается в... Когда я, например, выступаю, я тоже выступаю часто в роли интервьюера, я всегда честно признаю, что я задаю вопросы от бабы Клавы. Вот Саша просто выступает в роли как раз этой бабы Клавы. А вот шо у нас с семочками сейчас? Вот он сейчас и задаст какой-то вам... Только не семочками... Не ругайте его. Да, только не семочками, а... Ну вот, мы же знаем, да, есть там завязка, развязка, кульминация, есть первая, вторая кульминация. То есть, это сценарное мастерство, это все как бы ложится... Это наука, да, это наука. Смотрите, происходит утечка радиации. условная. Условная. Мы, скажем так, не берем, там, понятно, что там виновата Россия, понятно, что там вот, или там провокация, Россия кричит это провокация, ну, в общем, неважно, но факт есть. Да, обе стороны будут вот прямо... Факт и остается фактом. Что это дает? Вот все солдаты бросят оружие и пойдут, не знаю, там, бороться с радиацией? Все сразу прекратится? Россия вернет территорию? Ну, вот, в чем сценарий? Нет, а основная сценарная фишка в том, что, предположим, при заражении большой территории и, понятно, на лучевой болезни у кого-то, там, гибели определенного количества людей, это будет показывать, что какая-то из сторон готова идти до конца. Ну, то бишь, готова нажать там, применить ядерный боеприпас. Естественно, одна сторона будет говорить, что это там, например, проклятый Запад это все сделал, потому что, более того, он признался, он признался якобы, потому что есть расследователь, который сказал, что там, Норвеги подорвали газопровод, а это означает, что они, в общем, используют террористические группы, а сейчас совершенно будет логично сказать, что, например, ядерная утечка произошла, потому что произошло проникновение на территорию, например, Чернобыльской или Запорожской АЭС норвежской террористической группы, ну, или там, какой-то, которая, соответственно, произвела какую-то манипуляцию и произвела утечку. Соответственно, вы думаете, почему мы возим ракеты около ваших берегов? Не потому, что мы хотим вас атаковать, потому что вы применили уже, соответственно, диверсионную группу, поэтому я думаю, что версия, это как раз вопрос поднятия информационной эскалации с точки зрения, в том числе, применения ядерных боеприпасов. Ну, а дальше что? Ну, как бы... А это предмет торга, это всего лишь предмет торга. Ну, то есть, мы, соответственно, если вы готовы, то и мы готовы, соответственно, у вас будет под вашими там, американскими, европейскими территориями барражировать подводные лодки с ядерными боеголовками. Давайте переставайте перезапоставлять на Украину вооружение, а то вдруг ни с того ни с сего, потому что вы же, не мы первые начали, а вы первые начали, вы же сделали утечку, иначе бахнет, соответственно, с подводной лодки. Вот он, предмет торга. Но все же прекрасно понимают, что зайдя настолько далеко, Запад уже не остановит поставки вооружения. хрен его знает. Слушайте, Запад вот так его поставляет, это вооружение, что час по чайной ложке. Что, честно скажу, что у меня вот уже за этот год я уже, как вы знаете, просто перестал всяческие их заявления даже рассматривать гипотетически. Потому что каждый вот этот приезд с макетиком или опять обещанием, что вот еще еще немного, еще чуть-чуть, мы чуть-чуть чего-то там поставим, что вот будет весеннее наступление. Какое в жопу весеннее наступление? Извините за грубость. Мы сейчас с Сашей пишемся за две недели до весны. Вы когда весну-то ждете? В каком столетии? Чтобы весеннее условное наступление хоть с одной, хоть с другой стороны началось, это означает, что вот уже здесь и сейчас должны колонны выстроиться вдоль как говорится там фронта. Ну там при фронтовой зоне вне зоны достижения ракет как одной, так и другой стороны. Но ни то, ни другое не происходит. Ну почему? Происходит отчасти. Радио Свобода показало снимки новых развернутых уже в этом году в январе и феврале военных городков подобное делала российская армия когда ну ровно год назад когда создавала угрозу на границах с Украиной в районе ну показали по крайней мере в районе Курска около Курска и в районе Воронежа. Это с одной стороны. С другой стороны сегодня тоже все обсуждали вот это заявление Пригожина который сказал о том, что что за чушь вы разгоняете по российским пабликам что значит там завтра Бахмут мы там захватываем у нас воена за каждый дом а с украинской стороны каждый день по 500-700 человек приходят ну свежих сил и мы вот реально мы не захватим в те сроки которые там рисуют отдельные военкоры и другие товарищи то есть мобилизационный резерв вот то о чем вы говорите есть и стоит с другой стороны ну смотрите для чего делаются казармы у нас с 1 апреля начнется весенний призыв а весенний призыв будет расширен то есть поставлена задача увеличить количество войсковых подразделений на там на 250-300 тысяч а поскольку расширенная идет мобилка с 18 до 30 то соответственно понятно почему это делается там под Курском и под Воронежем другое дело что на мой взгляд опять-таки с точки зрения стратегии и тактики не имеет смысла это делать в такой близости к зоне поражения потому что Курск и Воронеж это находятся в зоне достижения в том числе и ракет и беспилотников ВСУ и вы попросту говоря можете получить прилеты в казармы в абсолютно неподготовленных делах там что называется пионеров которые в общем то бишь если вы как-то хотя бы потенциально ими дрожите то это все должно быть где-то в глубине зоны но никак не в Курске и не в Воронеж потому что Курск так точно это простите зона практически простреливаемая и понятно что сейчас там просто ведется система вычисляются системные точные координаты а когда пойдет ну например там не знаю апрельский призыв ну где-нибудь там числа 20 туда ну понятно что надо не в первых числах а во второй декаде туда может прилететь от ВСУ подарочек поэтому хочется уточнить отцы командир вообще чем думают ну погодите вы помните эту макеевскую историю и многие многие обсуждали что она не случайно помню помню не только помню но и понимаю и знаю и там знаю подноготную всю эту историю Саша все что касается системы управления ведь я говорю я же не просто так обсуждаю и с нашими с вами зрителями слушателями что это столкновение оно мировое понятно происходит но я тоже извините что всегда в эту предысторию возвращаю что демократические режимы происходят внутренние трансформации в вопросах государства а ты кто а соответственно авторитарные режимы это тоже трансформационная модель но обычно она выплескивает энергию наружу и если попросту говоря сказать что в авторитарных режимах долбоебов больше чем демократических режимов именно по причине того что задача как это хочешь быть передовым сей квадратным гнездовым наша главная задача молодьба их либо сдача сука со времен советской советской системы управления которая не сильно изменилась она только сделала такой косплей как говорят нынешние молодежь с российской империей просто поменялись элитки названиями пиджаками там ну прочими атрибутами фундаментально ничего не поменялось ключевой же вопрос ведь все же в том числе кстати как не покажется странно инструктора если посмотреть российских военных инструкторов они кстати все очень антивоенно настроены они прям в открытую это говорят я прекрасно их понимаю потому что они как-то они многие прошли горячую точку и не один и не раз два их подход понятен что они против соответственно того что называется СВО но они говорят вторую фразу что поскольку мы ответственны за своих пацанов мы соответственно их все равно готовим как-то кинуть в них камень это очень сложно но при этом при всем все что касается сержантского состава младшего офицерского состава дупо прямо дупо глубокая и это это еще было в советские времена в этом-то и проблема ничего не поменялось не только в Макеи не только в Макеевской истории в Курской истории я боюсь что будет такая же я хотел бы услышать ваше мнение о Ярославском Шиннике и Закарпатском Минае очень яркая история произошла в Турции где подрались футболисты на сборах одна команда вторая в одном отеле разные версии там понятно что Шинни говорит наши не виноваты украинская команда Закарпатская говорит ну подождите ну там вот зацепились два футболиста а потом как понеслась возле лифта ну там кто кому навалял тоже версии разнятся ну вроде как украинцы наваляли россиянам но финал очень яркий и одну и вторую команду выселили из отеля что происходит вообще хочется сказать молодые горячие головы если персонифицировано вы играете на поле брани другой спортивный умеете разделять политику чиновников которые к вам не имеют никакого отношения и того что вы дарите нам как зрителям штуку которая называется о спорт ты мир поэтому я понимаю что везде хватает в любой группе людей будет находиться извините за мой французский мудаки прокаченные пропагандой но мне приятнее обсуждать с Сашей не только с Сашей но и нашей аудитории Сашиной когда российский и украинский атлет обнимаются и самое главное чтобы общество как одно так и второе не шеймило ни одного не второго потому что находясь на поле сражения я в кавычки поставлю это слово поле сражения это самое великолепное поле давайте на этих полях и сражаться играть в футбол и радоваться победам своих команд играть там в какие-то иные игры потому что чем больше вы будете привносить в мир мира из своего сердца души и всего остального тем больше шансов на то что штука которая называется с одной стороны с другой стороны называется война остановится поэтому вот я могу сказать что молодые горячие головы долбодятлы обоим как это обеим командам дать по жопе и поставить в угол потому что родители недовоспитывали хочется сказать ну здесь понятно ваше ну давайте так отеческая 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 напутствие называется апелляция к возрасту потому что ну это ну ну вот реально реально дети вот как папа дал бы по жопе одним вторым вы же понимаете что ну вот пока что это невозможно никаким образом я понимаю я понимаю Саша я прекрасно это понимаю потому что именно как раз задача родителей реальных родителей не его виртуального Потапенко а реальных родителей одной и другой команды людей авторитетных для них в том числе и тренеров объяснить им вот те простые истины о которых я сказал выше я для них не авторитет но как раз эта задача вот авторитетов той и другой команды сказать слышите парни вы че херня это занимаетесь вот все все в этом мире приходящий и будем играть в футбол будем много чего еще делать совместно и чем больше вы будете привносить внутреннего мира тем больше шансов на то что вот это говно закончится а чем больше вы будете устраивать вот эти разборки тем меньше шансов но это закончится вот я услышал ваше мнение вашу позицию я уверен что найдется отклиф в комментариях просто ну неимоверный поэтому подождем почитаем как говорится Дмитрий у нас в Верховную Раду подали законопроект о том чтобы отменить 8 марта ну сделать выходным 9 день рождения Шевченко на 25 февраля день рождения Леси Украинки объявить днем там украинской женщины убрать 1 мая ну и понятно там 9 мая тоже оставив только 8 то есть такой комплексный подход отдельных народных депутатов и знаете что что вот интересно ну вот интересно смотрите то есть когда в Украине ну вот есть памятник опад ну как явление причем разные там фигуры вот совершенно разные от там Пушкина там Ломоносова там до Матросова Ватутина и в каждом отдельном случае ну совершенно разные эмоции потому что фигуры разные и соответственно но эмоции вот дальше каких-то ну там действий заявлений и вот какого-то ну не знаю в общем проще никто эти памятники ну никто не защитил один только есть я знаю пример за этот период это в Каменском кажется да вот родина Брежнева там да вот родной город Брежнева вот там Брежнева оставили ну потому что считают вот оставили но опять-таки надолго или нет ну посмотрим а какой тогда есть шанс что праздники оставят шанс шанс не очень большой к сожалению но это такая условная рефлексия которая не приводит к реальному результату я ну это я воспринимаю с сожалением потому что например тот же 8 марта это международный праздник он тоже достаточно такой странный странненький потому что Роза Люксембург и соответственно Клара Цеткина к нему привязаны если у кого-то он вызывает там советское наследие тем более российское наследие что очень весьма и весьма странно потому что пришел он из Германии я хочу сказать что я бы задавал больше вопросов этим депутатам не зря ли они получают весьма неплохую зарплату и последствия неплохую пенсию тем ли они занимаются важными законопроектами для в том числе и для Украины поэтому я многократно вначале еще сам сказал что меня не очень сильно удивляет что у меня такое ощущение что наши чиновники готовятся и ваши и наши условно и ваши и наши готовятся в одних и тех же подвалах только разливаются по разным бутылкам только в одном случае они там называются там условно крепленное вино а в другом столовое вино а бутылы на самом деле это одно и то же потому что занимаются и те и другие херни абсолютно ну ну уж кули у нас такой сегодня разговор о херне то предварительно друзья призвал всех подписаться на Потапенко как это сделать в описании к видео ну собственно есть полные исходные данные подписаться на мой канал поставить лайк этому видео я бы хотел завершить и точку в нашей сегодняшней встрече поставить следующую в сети сейчас бурно обсуждают разные фотографии сына российского телеведущего пропагандиста Соловьева и ну там нашли какие-то модельные фото с маникюром макияжем начали там вбросы появляться что он работает в Лондоне моделью контракт у него ну вот сначала вот пытались ну как бы разузнать откуда вброс да что за история там есть анонимный телеграм ну или твиттер аккаунт да сам же Соловьев сказал что он там пообщался с сыном поздравил его с популярностью там как вообще в агентстве в лондонском в общем вроде бы как это фейк но на самом-то деле понятно что это все препарировалось это такая публичная медийная стала новость и вряд ли там мы что-то новое узнали там о сыне Соловьева где он в России как утверждает отец или или нет а что мы узнали вокруг вот этого обсуждения и вот ну вот этого срача да о Соловьеве ну а Владимир Рудольфович мы не узнали ничего нового потому что Владимир Рудольфович я знаю очень достаточно давно вот здесь ключевой вопрос совершенно в другом контексте он лежит в том что сейчас происходит срач не в районе сыновей или там дочерей а в районе в том числе и всех есть такой тренд легкий что так называемые ультрапатриоты ну это в кавычке я поставлю слово потому что это не про патриотизм это про имитационную модель они в общем выходят из некого тренда и их начинают щупать за жабры ну то есть есть легкая как это антагонизм он приводит к одной простой вещи что в общем будет перемена мест и перемена лиц в как это в представлении потому что военкоры будут должны отжать свое место с точки зрения федеральных каналов не только в грязи ползать но и войти в теплые студии плюс ко всему сейчас пошла указивка в общем не употреблять часто Евгения Викторовича Пригожина что его естественно не радует а этот темник он известен вот поэтому в общем это вот из этой как говорится бочки разливается легкий срач является ли он важным для аналитического какого-то рассмотрения не могу сказать что он является значимым потому что пока смены картинок не происходит потому что это идет атака должна быть контратака поэтому я в ближайшие 2-3 недели надо посмотреть какая будет контратака от этого срач а на кого а на очень интересно какая может быть контратака от отца сын которого такой модный не это не Владимир Рудольфович он же как-то он картинка он представляет определенные группы людей поэтому здесь это не контратака то есть Владимир Рудольфович сам контратаковать не может он в этом смысле опять-таки фронт-энд здесь он представитель старой бюрократии скажем так а это атака новых условных оппозиционных сил вот здесь как раз надо посмотреть какова будет реакция как раз старой бюрократии это как раз в контексте я не просто так привел что дана команда не употреблять Пригожно и его очень большой медиахолдинг это большой достаточно бизнес не употреблять никоим образом и здесь происходит легкие прощупывания полянок которые возможны для эксплуатации то есть это медиа атака связана с Пригожин ну я думаю что это медиа атака связана не конкретно с Пригожин а с новыми с новой оппозиции которые которые относятся триумвират там суровикин Кадыров Пригожин орденоносцы и триумвират в том числе и полковников к которым относятся там в том числе люди которые поддерживают опять-таки помнить что стрелков тирагеркина это только фронт-энд а еще есть люди которые в общем придерживаются подобного рода взглядов очень интересно слушайте вот эта новая оппозиция я просто многие могут перепутать с оппозицией старой не-не-не Саша дорогие наши зрители милые мои хорошие я очень рад что вы например слушаете огромное количество медиа которые обозначают себя как чуть ли не будущими правителями России но я вас хочу я не очень против всякие расследования про яхты с старой бюрократией которая делает так называемые оппозиционные силы вы не забывайте задавать один простой вопрос а вот эти размышлятели о прекрасной России будущего они как собрались встраивать ну то есть как они собрались валить старую бюрократию потому что они проскакивают они начинают рассуждать как мы устроим Россию хочется задать вопрос слышите вы персонажи я вас многих знаю персонально вы в Россию то как собираетесь въезжать вы собираетесь на какие средства здесь существовать вам кто здесь позволит не знаю комнатку не знаю дверку там открыть ну как-то надо чуть-чуть я понимаю что вы будируете не сильно размышляющую часть общества которое относит себя к интеллигенции но мозгами то надо думать что даже если здесь произойдет раскол элит то люди которые здесь будут делить власть это люди настолько зубастые с таким количеством гранатометов автоматов что вы как интеллигентские персонажи здесь даже на порог не появитесь поэтому я честно скажу оппозиции я всегда считал и буду считать только людей которые имеют непосредственное участие в системе управления здесь и сейчас все поуехавшие это просто обычные медиа как бы кому бы то не хотелось которые зарабатывают тупо донаты которые уже никогда в жизни не будут их никто не запустит из реально оппозиционных сил сюда потому что если ранее их допускала АПшка ну в виде собственно говоря ну так поиграться в демократию то эта игра в демократию закончилась приблизительно два года назад даже не с началом СВО Да очень интересный у нас сегодня получился разговор Дмитрий я очень благодарен вам за ваше время и ваши мысли Спасибо Друзья берегите себя всем желаем добра и света увидимся обязательно до скорого Дмитрий Дмитрий